Привет, друзья! Меня зовут Сергей Федотов и это новый выпуск передачи «Спасибо, футбол!». В Бразилии я не был, но все равно стал красным и практически обгорел. В Сибири тоже тепло, плюс 30 градусов, жара, птички поют, запашок такой летний и все это напоминает нам о том, что сейчас чемпионат мира по футболу. И поэтому давайте сейчас немножко и поговорим о нем. Поехали! Начнем с матча Бразилия-Хорватия, хоть он уже давно закончился и некоторые, может быть, его забыли. Хотя как такое зрелище можно забыть? Ведь именно этот матч является стартом, началом чемпионата мира по футболу в 2014 году. И начну с того, что кто решил, не буду смотреть этот матч, Бразилия все равно выиграет, это неинтересно. Вы зря так сделали. Вы зря не смотрели эту игру, потому что, ну, это было невероятное зрелище. Особенно начало, особенно когда игроки только выходили из-под трибунного помещения. Эти лица просто, ну, очень редко можно увидеть такие настроенные лица боевые. Они просто готовы были жрать эту землю, выркивать траву, просто идти с мячом там напролом, взломать все подряд. Главное, чтобы команда твоя победила. И момент с гимном. Когда пели гимн Бразилии, в какой-то момент отключилась музыка и стадион. Весь стадион вместе с футболистами, вместе с тренерами, вместе с болельщиками, вместе с теми, кто был за стадионом. Все спели акапельно. И, наверное, никто не побрезгал. И просто, просто все пели. Это было, это было великое зрелище. Это было зрелище, которое вошло уже в историю. И ради этого стоит смотреть футбол. Ради таких околофутбольных, может быть, моментов нам интересен этот вид спорта. Но самое главное, конечно же, игра. И давайте сейчас о ней. На самом деле, такое начало было предсказуемо. У бразильцев огромная ответственность перед болельщиками. Они сами сказали, что выиграют этот чемпионат мира. Некоторые говорили, что он уже практически наш кубок. И мы точно поднимем его над головой. И будет вам всем радость. Будете ликовать. Уже пообещали, понимаете? Хотя, согласитесь, на стиле Сау всегда оказывается большое давление. Все это электричество сверху. Составляемость болельщиков. Опускается на футболистов. И трудно играть. Поэтому мандраж появляется. Страх какой-то перед футболистами соперников. А хорваты действовали на спокухи. Они делали свою работу. И лишь изредка переходили на эмоции. И следствием этого стал гол, который забили хорваты. Вернее, забил его Марселло. И это был автогол. Забавно, что первый гол на чемпионате мира в этом году. Автогол. Это тоже, наверное, войдет в историю. И знаете, гол был логичным. И, наверное, правильным в плане развития игры. Потому что не забили бы хорваты. Тогда бразильцы бы не подумали. Так, что-то здесь не так. Бразилия, мы дома. Наш газон, на котором мы там тренируемся, играем постоянно. Люди, миллионы за нас болеют. Мы проиграем 1-0 хорватам в середине первого тайма. Что-то здесь не так. Поэтому они сбросили груз с ног и побежали вперед. Побежали отыгрываться. Появилась какая-то легкость в их игре. И это было правильным. Это было интересно. Это было красиво. Не очень люблю Неймара за его такой детский, смазливый футбол. С постоянными падениями. С иногда симуляциями. Но признаю, что в четверг он был одним из лучших на поле. Если не лучшим. Хотя там еще Тиаго Силова в обороне. Такой стеной крепкой стоял. Он не давал свободы хорватским нападающим. Но именно Неймар был практически везде. На всем поле он пытался действовать в каждой атаке. Он пытался помочь своей команде в каждом эпизоде. Он участвовал везде практически. Подавал штрафные, угловые, бил. И именно на Неймара сейчас болельщики сборной Бразилии возлагают огромные надежды. На его плечи поместился весь этот груз ответственности за сборную Бразилии. Хоть капитан Тиаго Силова, но именно Неймар должен повести за собой сборную Бразилии. Так считают бразильцы. Неймар это прекрасно понимает. Посмотрите на его глаза, на его действия на поле. Он это понимает и он более того хочет этого. Он хочет стать иконой сборной Бразилии. Как когда-то в свое время Арнальдини стал иконой сборной Бразилии. Арнальдини был иконой страны Бразилии. У Неймара сейчас похожая ситуация. И он начал правильно. Четыре удара, четыре удара в створ, два гола. Неплохое начало. Ну и уважение игрокам и тренерам сборной Хорватии за то, что изначально они ставили парковать автобус возле своей штрафной. За то, что в течение всей игры старались действовать дерзко. У них это получалось. И, конечно же, Стиви Плитикоса в полном порядке. Его сейвы, они великолепны. Я до сих пор не понимаю, как Спартак отказался от такого вратаря. И как этот вратарь играет в Ростове. Мне кажется, он способен на большее. В общем, впечатления от игры остались хорошие. Темп задан безумный. И если дальше чемпионат мира будет продолжаться в таком же темпе, то он будет одним из лучших за последние годы. Даже несмотря на то, что в турнире не участвуют такие игроки, как Фалькао, Ибрагимович, Широков, Ройс и другие супер игроки. Я думаю, что те, кто их заменяет, они все прекрасно понимают. И они используют свои шансы. Испания. 1-5. Голландия. Испания проиграла Голландии. И со счетом 1-5. Великолепная в прошлом Испания. Которая выиграла два чемпионата Европы подряд. Один чемпионат мира. С супер игроками в составе. Посмотрите. Что не игрок, то звезда. Серхио Рамос, Пике, Кассилиас, Хави и Ньеста. Давид Сильва. Дьего Коста. Это практически сборная мира. Но нет. Не имена решают. В команде. Главная игра и главное взаимодействие в команде. Голландцы красавцы. Слов практически не было. И сейчас практически нет. И, наверное, поражение Испании это очередное доказательство того, что проходит эпоха той Барселоны. Потому что до сих пор в составе Барселонцев больше всего в составе сборной Испании. И нужно что-то менять. И нужно менять схему. Появился Диего Костана с 3 и ничего не получается. Посмотрим, что будет дальше с Испанией. Но вспомните, испанцы уже проигрывали в начале турнира швейцарцам 3-1. Не помню, в каком турнире это было. Но потом они выиграли чемпионат. И вспомните Голландию образца до 1008 года. Когда они просто всех громили в чемпионате Европы. Не оставляли камня на камне просто от соперников. И я когда смотрел новости тогда в 1008 году и думал, все, беда. Если мы с ними играть будем, это просто фью. Можно даже не играть. Я думал, что Голландия это космос тогда. Но мы их выиграли 3-1. Что сейчас будет, я боюсь представить. За это мы любим футбол. За то, что он такой непредсказуемый. Такой интересный. И голы какие были забиты. Вам персия вот этот вот летящий человек. Люди летать умеют, понимаете? Чудеса. И это футбол. И мы за этим наблюдаем. И мы наблюдаем, как пишется вся эта история. Это же не круто. Это круто. Поэтому давайте будем смотреть дальше чемпионат мира и наслаждаться этим. 5-1. 5-1. А могло быть и 7-1. А Робин? 37 км в час. Рекорд. Никто быстрее не бегает в футболе. 37 км в час развить скорость. 37. Быстрее Рамоса на 7 км в час. Люди бегают. Представляете? В том матче мы увидели чудеса какие-то. Летающий человек в Амперсе. Супер-быстрый человек. Робин. Это невероятно. Это правда. Это... Слов нет. Победа Германии еще раз доказывает нам то, что пришла эпоха немцев. Они раньше неплохо играли, но всегда оставались на втором, третьем месте. И вот это вот Бавария прошлогоднего образца, которая убивала своих соперников и выносила с поля. Тоже показатель. Да, в этом сезоне Бавария что-то не то делала, но я думаю они реабилитируются. И в следующей зоне будут снова сильные. И может быть дадут реванш Реалу и другим командам. Но немцы сейчас просто великолепные. И состав у них просто убийственный. Я думаю именно они выиграют чемпионат мира. Я об этом говорил в трансляции. Я пытался там объяснить то, что именно немцы с самым сбалансированным составом, с самым сильным командным духом сейчас. Именно они выиграют чемпионат мира, я думаю. О Португалии о ней даже говорить не хочется. Это... Это... Ну и подходит время сборной России. Наконец-то, спустя 12 лет мы увидим, как наша сборная, сборная нашей страны участвует в чемпионате мира, играет свой матч. Это будет круто и знаете, как никогда в этом году я верю в сборную России. У нас прекрасный тренер, у нас отличный набор игроков. И молодые, и опытные. И просто звезды. Все есть для того, чтобы достойно выступить. Я верю в эту команду. И я готов рвать глотку за нее. Я понимаю, что именно эта сборная, сборная той страны, в которой я родился, в которой я живу. Я не выбираю сборную. Но мне это нравится, команда. Поэтому давайте все вместе поболеем. В 5 утра я буду сидеть и смотреть перед экзаменом этот матч. Вы там в 2 ночи, в 3 ночи, на Дальнем Востоке вообще днем, наверное, практически. Давайте все вместе поболеем за сборную России и поможем ей выиграть. Потому что поддержка это тоже очень важно. Верим. На этом все. И наверняка вы снова заметили, что на мне какая-то необычная футбольная майка. На этот раз это Аргентина с капитанской повязкой, с десяточкой на спине. Десяточка это Марадона. Великий футболист. И если вы хотите приобрести подобные майки, то заходите на сайт vintage-sport.ru и заказывайте. Там огромный выбор товаров. Все очень красиво, качественно и недорого. Ну и спасибо огромное вам за то, что смотрели, за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, лайк ставите, комментируете. И за то, что смотрели недавно прямой эфир со мной, сессию вопрос-ответ. И за то, что вам она понравилась. И я думаю, в будущем еще проведем что-то подобное. И спасибо футбол. Спасибо футбол за то, что вселяешь в нас позитив. Даришь огромное количество эмоций и прекрасных моментов. И спасибо тебе огромное футбол за то, что сейчас проходит такой чудовищный в хорошем смысле чемпионат мира, который уже стал легендарным. Ну а с вами был Сергей Федотов. До скорого.